Здорово народ получается. Получается так. Давно не виделись. У нас последний стрим был на финале чемпионата мира. А это уже неделя прошла. Прикиньте, мы уже целую неделю живем в мире, где Аргентина чемпион мира по футболу. Это необычный мир. Я в таком еще не жил. Возможно, кто-нибудь из вас жил в таком, но это все происходило до меня. В последний раз, когда Диегор Мандыч приводил свою сборную к медалям, к золотым, это я тогда еще не родился. Вот. Много событий, очень много событий происходит. Я вам уже жаловался как-то на одном из прошлых стримов, что выпускаешь еженовости. И к моменту, когда еженовости выходят, проходят, ну не знаю, часов 16, наверное, с момента того, как я все уже демонтирую. И к моменту, когда я выложу. Потому что выкладывать там в 11 утра тоже радости большой нет. Мало народу посмотрят. Видос никуда никому в рекомендации не выйдет. И будет потом грустно сидеть и смотреть на низкие цифры просмотров. Так вот. Выкладывать надо где-то часов там 18 по ереванскому времени. И к этому моменту обязательно уже приходят такие новости, которые делают твой выпуск неактуальным. И вот я записал выпуск. И первый комментарий под этим выпуском. Зачем ты несешь такую чушь? Пеняев и Глушенков уже подписали контракты. Я такой, ну здравствуйте. Ну спасибо большое. Не то чтобы обидно было именно на комментарии. Но вот именно на факт того, что настолько все быстро меняется. Настолько вот вроде как в четверг записываешь и понимаешь, что никакой конкретики с понедельника под Пеняеву и Глушенкову не появилось. И бац, именно в пятницу эта самая конкретика появляется. Да еще и умножается там всякими губернаторами, которые рассказывают о том, что уже попрощался с Пеняевым. Да и сам Пеняев, который пошел в комментарии общаться с людьми. И, короче, много-много событий, много с вами сегодня будем обсуждать. Вы тоже какую-нибудь связь дайте, а то не вижу ни одного сообщения в чате. Это грустно, это грустно. Мне нужно, чтобы вы на воскресном нашем ежетоке проявляли активность. Без активности у нас с вами ничего интересного не выйдет. Воскресный ежеток, он же пятничный ежеток, который проводится в воскресенье. Ну, потому что в пятницу записывал видео, вчера нужен был отдых мне. Точнее, в пятницу я его выкладывал и было не до стримов. Вчера нужен был отдых, вот решил, что сегодня мы с вами постримим. Сегодня мы с вами поговорим, как раз итоги года подведем и поболтаем на различные темы. Но в целом, вот воскресный ежеток, это вот когда мы с вами разговариваем вообще обо всем, что угодно. Не только про локомотив, не только про российский футбол, не любые абсолютно темы всплывают. Сегодня, конечно, наверное, одна из самых важных тем, которая будет, которую мы с вами должны обсудить, это переход в азиатскую конференцию. Важный вопрос, очень сложный вопрос, очень много мнений по этому поводу. Я думаю, что мы с вами поговорим, пообсуждаем, поболтаем по этому поводу. И к какому-то консенсусу да придем. У нас стабильный интернет, можно повысить битрейт по сравнению с прошлым стримом. Ну, правда, особо он ничего не даст, потому что здесь только моя рожа на этом стриме, но тем не менее. Ой, кошечка, кошечка поела. Здравствуй. У нас 21 зритель. Давайте я покажу кота в кадр, и сразу станет зрителем 30. Да? Ой, царапается, зараза. Давайте пока что-нибудь легенькое с вами пообсуждаем, затронем какую-то совсем банальную тему, трансферные слухи. В целом, в целом я, конечно, все в видосах говорю, но есть много разных нюансов, которые в видосы не попадают. Просто в силу моей забывчивости, в силу того, что я не могу перед камерой вспомнить абсолютно все, что хочется сказать. Привет, что за местная парка шерстяная на кресле. Просто, просто моя кофта, в которой я иногда сижу, когда в квартире холодно. А в последнее время в квартире что-то очень холодно, и приходится довольно часто надевать верхнюю одежду. Вот сейчас мы поставили обогрев посильнее, вроде как стало получше. Ну, по крайней мере, я сижу рядом с батареей, и в целом нормально. Вот если уходить на кухню, где батареи нету, там уже прохладненько. Это довольно странно, но я тоже, я вот не понимаю этот дом, в котором холодно и при минус 3 на улице, минус 5 на улице сейчас, и при плюс 18, когда я только приехал в конце сентября в Инадзор. Я заехал в эту квартиру, и на следующий день мне стало тупо холодно. Хотя на улице в этот момент было 25 градусов. Ночью опускалось до плюс 18, и до плюс 15, но днем было плюс 25, плюс 30, но находиться в квартире без включенного отопления было очень прохладно. Я этого вот вообще не понимаю, как такое возможно, но факт. Вот, соответственно, когда температура спустилась на улице до минус 3, стало еще прохладнее, и уже с обогревателем стало не очень комфортно. С включенным отоплением, так сказать. Ну, это все мелочи бытовой жизни. Когда сидишь рядом с батареей, и батареи жарят на полную, то более-менее нормально. Но потом счет за отопление придет большой. Ну, что поделать. Трансферные слухи, ребят. Трансферные слухи – это вещь, которая нас будет интересовать больше всего на протяжении всего вообще межсезонья. И сейчас подтверждается Сергей Пеняев. И это вообще очень-очень краеугольный такой момент, очень интересный трансфер, потому что с одной стороны, конечно, Пеняев – это ачивки за 100 сердец добрались. Да, за 100 сердец добрались, там 110, по-моему, сердец нужно было. Да, мы ее преодолели. Но если мы сегодня заработаем еще 50 сердец, это будет еще круче. Потому что я посмотрю, если мы не заработаем, может быть, я еще стримчик чисто для лутания сердец сделаю. Так вот, Пеняев. Потому что это, с одной стороны, безусловно, трансфер в будущее. Это, безусловно, продолжение той же самой истории, которая у нас была. Новая кто? Что новая кто? Новая медиа-команда, понял. Это, безусловно, смотр в будущее. То же самое, что завещал нам Ральф Райгник. Берите молодых ребят, берите тех, кто перспективный, тех, кто будет развиваться, тех, у кого есть какая-то мотивация в голове для того, чтобы расти и быть лучше. Безусловно, Пеняев – это из этой же самой серии. Это полное продолжение того, что у нас было год назад. И трансфер Пеняева мог, собственно, состояться еще год назад при непосредственном содействии Ральфа Райгника. Я помню, как мы с вами собирались, я помню, как мы с вами разговаривали о том, что нужен Пеняев за 5 миллионов евро или не нужен Пеняев за 5 миллионов евро. И были и аргументы за, и были аргументы против. Он тогда еще был 17-летний, он еще тогда только начинал свой путь в российской премьер-лиге, и было непонятно, станет он крутым или не станет. То есть он какие-то голы уже забил в 17 лет, но все еще, да, ну, типа, мало ли. Сейчас уже мы чуть больше знаем про Пеняева, он уже часто выходит в стартовом составе, крыльев-советов много показывает на поле, не только в плане того, чтобы забивать голы или как-то ярко вспыхивать. Я помню, что как только, ну, первый матч буквально Пеняев появился, по-моему, против Спартака, и он сразу кого-то завозил на фланге обороны. Я не помню уже кого, но прям вот резко взорвался, пошел в дриблинг и вошел в штрафную. И все такие, вау, круто! Но при этом это был один единственный эпизод Сергея Пеняева, там, за матч. И для 17-летнего игрока это действительно, да, круто. Но для игрока, который должен приносить какую-то пользу, один яркий момент в матче, это, конечно, очень мало. Вот. И, ну, теперь... Теперь... А, Эртона, да, окей. Ну, а теперь Пеняев это уже 18-летний чел. Пеняев это чел, которого, если посмотреть по статистике, он входит там в десятки по различным метрикам в плане, там, дриблинга, продвижения мяча, создания опасных моментов и так далее. Это важный характер. Ну, может, не в десятку, но в топе российской премьер-лиги цифры хорошие. Это, в принципе, само по себе неплохо, учитывая, что у нас таких людей в топе российской премьер-лиги на левом фланге, в принципе, нету, да и вообще маловато. То есть кажется, что Пеняев соединяет в себе вот эти две вещи. Это человек, который может помочь нам здесь и сейчас, потому что левый край атаки — это наше слабое место. Мы туда выпускаем людей типа Камано, типа Исидора, типа Педриньо. И это не дает особого толка. Хотя Педриньо мы особо не видели, но в тех матчах, в которых его выпускали, тоже, в общем и целом, именно какой-то нацеленности на ворота мы не получали. Ну вот кроме матча с Химками, где Педриньо забил много голов. Поэтому сейчас, наверное, если говорить про стоимость в 5 миллионов евро, она чуть более оправдана, но при этом я почитал интервью Владимира Кузьмичева, и я сам к этим мыслям тоже пришел. Я тоже немножечко этого всего опасаюсь. Я тоже думаю о том, что ну вот если вы купили Пеняева за 5 миллионов евро, дальше докупаете какого-нибудь Соколова, то вам зачем Вадим Раков, вам зачем там Алексей Батраков, вам зачем, в принципе, своя академия, где тоже есть классные ребята, которые, ну может быть, не такие прям ярко выраженные звезды, как Сергей Пеняев. Их не брали в свое время на просмотр в Манчестер Юнайтед. Но тем не менее. Но есть же ощущение, что если Вадиму Ракову дать поиграть по 90 минут в течение полугода-года, так как это дают Пеняеву в крыльях советов, то и Раков окажется хорошим футболистом. Вот он уже в 17 лет вышел на кубковые матчи на 30 минут, и он перевернул ход игры. Да, мы в итоге с Краснодаром не справились, но сколько моментов Раков имел, сколько моментов Раков создал для партнеров. А дальше Леша Батраков, который, да, немножечко хлюпенький, но растет, он крепнет. И за этот год уже очень видно, как Батраков окреп именно физически. И это прямая замена тому же Соколову. То есть зачем нужен Соколов, который на 2 года старше, чем Батраков, если у вас есть непосредственно Батраков. Соколов придет, и он закроет дорогу, потому что выигрывать конкуренцию у пацана, который тоже талантливый, Соколов тоже классный, реально одаренный пацан, но выигрывать конкуренцию у него, человека на 2 года старше, будет очень тяжело. И в итоге того же Раков, того же Батракова придется отдавать в различные аренды, или просто они не продлят контракт, и уйдут и будут сверкать в других командах. И за все это, за все это, Локомотив платит там 5, 6, 7 миллионов евро. То есть одно дело, если ты берешь бесплатно чувака, да, вот как мы брали Мухина, как мы брали Сергея Бабкина. Да, вы берете молодых пацанов, но вы берете их бесплатно. И сейчас нужно продолжать эту же самую тему, и нужно эту селекцию проводить, брать пацанов, у которых заканчиваются контракты, или уговаривать их не продлевать контракты со своими предыдущими клубами и переходить в Локомотив бесплатно. И тогда это хорошая тема. Ты не тратишь деньги, ты усиливаешь свою команду, и да, появляется конкуренция, но это будет честная нормальная конкуренция. Здесь же за Пеняева заплатили 5 миллионов евро, за Вадима Райкова заплатили 0 рублей. Кого будет руководство требовать ставить в состав? Естественно, это будет Сергей Пеняев. И у меня большие-большие вопросы, большие сомнения относительно будущего Вадима Райкова в Локомотиве. И это грустно. Я, честно говоря, уже настроился на то, что вторая половина сезона, вот после двух кубковых матчей с Галактионовым, я, честно говоря, настроился на то, что вторая половина сезона, она пройдет, ну, не то что под знаком Вадима Ракова, но с тем, что мы его будем видеть гораздо-гораздо чаще. А теперь... Я понимаю, что мы находимся на 14-м месте. Я понимаю, что нам нужно вытаскивать себя за уши. Я был бы абсолютно... Ну, нормально воспринимаю идею о том, что нам нужен нападающий, нормальный нападающий, качественный. Но мы покупаем Пеняева, мы покупаем Глушенкова, мы покупаем Соколова, и мы еще вдобавок ищем иностранного нападающего. В этой всей конструкции места для Вадима Райкова уже, к сожалению, просто нету. И ему там еще полгода в молодежке, в лучшем случае, потом еще год в молодежке, потом еще куда-нибудь, и все. И забыли про пацана. Ну, точнее, вспомним, но, наверное, уже где-нибудь в другом клубе. В целом, в целом, да, вот вся эта история с тем, что кого-то ищут, кого-то покупают, и люди, которые сверкают именно среди российских фамилий, мне кажется, то, что, ну, довольно странно интересоваться этими людьми, учитывая, что у тебя есть собственная академия. И, ну, смотришь, да, какой-нибудь там Самошников. Ну, с чем Самошников лучше, чем воспитанники твоей собственной академии. Ты просто начни выпускать, и через, там, пять матчей, через десять матчей они будут абсолютно того же уровня, что и Самошников. И в целом, да, какой-нибудь Коля Паярков, да, он же, по сути, не получал никаких шансов в Локомотиве, играл где-то у себя в Казанке, но затем ушел в Ростов, начал получать шансы, и такие все, о, оказывается, Коля Паярков умеет играть в футбол. И так с большинством игроков из Академии Локомотива, которые вот именно хорошие ребята, на которых возлагали определенные надежды, ты им даешь играть, они оказываются нормальными пацанами, и затем тебе их еще нужно будет обратно выкупить. Последний такой пример – это Саша Сирьянов. Он не из Академии, но тем не менее. Да, мы что-то отдали его в аренду с правом выкупа. Спасибо большое Томасу Цорну. А теперь у нас нету крайних защитников, теперь пытаемся вернуть его. И вот такая история, она будет продолжаться и дальше. Мы будем покупать Самошникова, отдавать какого-нибудь Шнапцева, а через там два года думать о том, как бы нам вернуть Шнапцева обратно. Правда, он теперь уже стоит не 100 тысяч долларов, которые мы за него получаем, а 3-4 миллиона евро, которые нужно отдать, чтобы получить игрока там молодежной сборной. Это бесит, это раздражает. Мы постоянно вот эти свои собственные таланты не видим, зато гонимся за какими-то другими ребятами из молодежной сборной. Да, вот Илья Агапов. Появился слух про Илью Агапова из Нижнего Новгорода. Ну нахрена нам нужен Илья Агапов, если есть Егор Погоснов? Вот вышел Егор Погоснов, и в обоих матчах, в которых Егор выходил, отличный защитник. Спокойный, хладнокровный. Да, там может быть с каким-нибудь первым пасом есть проблемы, но очень работоспособный. Очень хорошие физические данные у него есть. Ну поработай ты с ним. Он 2004 года рождения. Поработай немножечко с ним. Пройдет год, и тебе этот Илья Агапов даром не будет нужен. Но нет, сейчас будем думать, сейчас будем пытаться кого-то купить, закрыть эту позицию, якобы со взором в будущее. А свои такие же. Спасибо большое. До свидания. Как ушли там Карапузов, как ушел Миронов, как ушли там еще ряд ребят, которые в целом... В целом очень даже неплохи. Были бы, если бы с ними кто-нибудь бы поработал бы, как Валера Карпин или там Талалаев или еще кто-нибудь. Грустная, грустная для меня история. С другой стороны, но усиление локомотива, естественно, нужно находиться на 14 месте и не думать о том, что нужно усиление. Это довольно оптимистично. Кто не поставил лайк, тот болельщик коней. Лайки, пожалуйста, ставьте. Лайки очень нужны, лайки важны. Теперь вы не отмажетесь, что у вас нет лайков в приложении либо в браузерной версии мобильного телефона, либо еще где-то. Зарегистрируйтесь, поставьте лайк, мне это будет очень полезно. Если мы соберем 50 лайков, это будет просто кайфушечки. Но если не соберем, то ничего страшного в принципе, но все равно приучайтесь к тому, что если вы зашли на стрим, на ВК-плее, ко мне на стрим, а у нас стримы будут дальше на ВК-плее проходить, мне нравится эта платформа, мне нравится то, что делают ребята, мне нравится то, что каждую неделю они какие-то обновления выкатывают, причем полезные, качественные. Вот мы с вами говорили про эти сердечки, говорили, говорили, и вот они сделали, то есть послушали, что в мобильной версии нет сердечек и добавили их. Отличные ребята, и дальше будет только лучше. Режим кинотеатра там появился для тех, кто хочет смотреть как на большом полотне меня. Вот. Ну и всякие такие вещи. Молодцы. Поэтому дальше мы тоже останемся на ВК-плее. Следующий, поза следующий месяц наверняка здесь проведем, поэтому устраивайтесь поудобнее, регистрируйтесь, скачивайте приложение. В общем, точно совершенно будет полезно. Было бы прикольно посмотреть, как новая медиа-команда будет презентовать Пеняева, трансферто-масштабный в рамках России. Про медиа-команду большой, масштабный у меня блок, и да, в том числе, это тоже очень важный момент, что меня жестко бесило последние два года. Тоже вам постоянно жаловался, и как представляют новичков в Локомотиве, это просто мрак. Я, ну вот такого, я, наверное, даже в каком-нибудь, ну, в 2007, 2008, 2009 годах не помню, потому что даже тогда ты все равно, ну, когда Локомотив кого-то подписывал, ты был в праве, ты в праве был ожидать, что, ну, ты получишь какое-то видеоинтервью, ты получишь какое-то текстовое интервью, знакомство с новичком, ну, что-то такое будет. Теперь, ну, вообще ничего нету. Они покупают Кузьмичева. Кто такой Кузьмичев? Что умеет делать? Вообще ничего нет. Они покупают Педриню, да, какая-то там мелкая справка о Педриню есть, но не более того. Мы все равно должны потом узнать о Педриню через какие-то, там, через два месяца в интервью каком-нибудь Спорт 24, кому он там дал это интервью большое. И так со всеми на протяжении последних полутора лет единственное, ну, попытались на сборах чуть-чуть раскрыть игроков, да, но это все было настолько топорно, это настолько было низкого уровня, что, ну, у меня волосы на голове вставали дыбом, потому что, ну, так нельзя. Мы просто, ну, вот, ну, есть Керк, окей, есть Керк, кто такой Керк, чем он дышит, что он любит. Керк там, не знаю, может на Твиче постримить, всем плевать абсолютно в клубе на это. У него явно какой-то такой вот своеобразный взгляд на мир, и мы о нем вообще ничего не знаем. И так, про большинство людей вообще, ну, вот, Мампаси, да, сделали с ним вот это вот короткое интервью, где что-то у него поспрашивали, абсолютно водянистые ответы на абсолютно банальные вопросы. И кто такой Мампаси, чем он дышит, что он любит, кто такой Митай Марио, вообще никакой информации. И это так странно. Любовь к клубу, любовь к клубу, она рождается из любви к футболистам. Ты видишь футболиста, ты сначала влюбляешься в футболиста, затем уже это переносишь на все, на весь клуб. Мы с вами 100%, ну, 99%, что мы с вами начинали болеть за локомотив благодаря каким-то персоналиям, благодаря тому, что кто, кому-то там Сычев нравился, кому-то Измайлов нравился, кому-то Беллидинов нравился, кому-то там Гильерме понравился, и все в таком духе. Но для того, чтобы вам понравились футболисты, вы должны о них узнавать, вы должны их знать не только на футбольном поле, но и просто в жизни, потому что сейчас мир такой, что вы, дистанция между тобой и селебритис, она сократилась до минимума. Ты сейчас можешь написать в инстаграм абсолютно любой звезде мира, чего там 20 лет назад у нас с вами не было. Поэтому и вам нужно вот эту вот дистанцию, я говорю про медиа-команду, сокращать. Но прошло вот, вот мы два года живем в параллельной какой-то реальности, в которой клуб совершенно не думает о пиаре своих собственных игроков, о том, чтобы они каким-то образом становились ближе к народу. Опять же, вот предыдущая пресс-служба, пресс-служба Кирилла Брейдо и команды его, они самолично заводили инстаграмы игрокам, у которых этих инстаграмов не было, и что-то туда постили, что-то туда вели, потому что они понимали, что это важно, что да, может быть у тебя есть какой-нибудь футболист, который не особо медийный, открывать себя, но все равно, если ты в 21 веке футболист клуба Локомотив, ты должен быть ближе к народу, ты должен какие-то фотографии туда постить. Почему сейчас этого не понимают, почему сейчас не было никакой работы, я не знаю. Вот, поэтому очень важно будет посмотреть на то, что Сергей Дерябкин и Артем Загуменов сделают именно в плане представления новичков. И не только новичков, потому что предыдущие новички, они тоже остались без представления, и руководство, которое пришло, оно тоже осталось без представления, и каждому из них нужно сделать какой-нибудь профайл в Ютубе, чтобы мы получше узнали о том, кто такой Дмитрий Ульянов, а то я вам тут рассказываю, рассказываю про него. А клуб, клуб решил, что хватит двух абзацев на то, чтобы рассказать о том, кто новый спортивный директор Локомотива. Пришел Юрий Нагорных, о нем знаю только грязь, только то, что он пожизненно заблокирован Олимпийским комитетом, на нем пожизненный бан, и он не может к олимпийскому спорту никакого отношения иметь. Вот только это знают про Нагорных. Вся остальная его работа, а он в спорте, начиная с 2000-х годов, она абсолютно без какого-то освещения остается. При том, что о Нагорных я слышал множество максимально противоречивых сведений. То есть о Нагорных Татьяна Тарасова высказывается просто в невероятно положительном ключе, как о специалисте, который чуть ли не поименно знал всю Олимпийскую сборную России, а там 400-500 человек. И про каждого, ну не просто имена знал, а то, кто это такой, какой вид спорта, какие там притязания на медали и все такое. То есть с одной стороны я слышу о нем ну очень позитивные отклики. Опять же, я вам говорил о том, что Нагорных работал в Москомспорте, ну и Московская Федерация Футбола довольно тесно связана с Москомспортом, поэтому много-много рассказов о Нагорных я так или иначе слышал. И они тоже все были максимально комплиментарны. Но при этом мы видим вот эту вот историю с Сочинской Олимпиады, мы видим, что прошел определенный отрезок времени, мы вообще Нагорных не видим и не понимаем, чем он занимается, зачем он пришел в клуб и что собирается делать. Это все плохо, это все очень плохо. И новой медиа-службе надо это исправлять, причем исправлять это нужно срочно, у них не будет полугода. Я им даю срок на то, чтобы это все исправить до конца межсезонья. То есть к февралю я должен получить представление новичков, к февралю я должен получить хорошее освещение сборов, к февралю я должен получить интервьюшки с главными лицами локомотива, в которых будет рассказано, чем локомотив живет. Это могут быть интервью данные какой-то сторонней прессе, но желательно, чтобы это было сделано именно в рамках официального Вот. Как-то так. Новая команда не может убрать едва из главной страницы Локот ТВ на Ютубе уже неделю. Ох, нет надежды. Это безусловно, безусловно важная штука, но я думаю, что не самая на данный момент. Я думаю, что сейчас у них месяц пока нету команды, собственно, в доступе на то, чтобы просто разобраться, на то, чтобы выстроить стратегию, они только пришли и сейчас им нужно вообще понять, что им делать, а не разбрасываться на какие-то вещи, типа убрать кого-то с обложки, кого-то поставить. Оформление это тоже важно, но на самом деле должны немножечко другие люди этим даже заниматься, а не руководитель отдела коммуникаций и не глава пресс-службы. Крыльев на главной странице Глушенков Пиняев. Разве Пиняев 90 минут может выдержать 60 Пиняев плюс 30 раков нет? Ну, я думаю, что, во-первых, Пиняев может выдержать 90 минут. Давайте посмотрим. У нас будет расслабленный стрим, я буду много прерываться на всякие проверки данных, на всякие странички, тоже показывать вам. Так. Видео, браузер, Пиняев, Пиняяша. 11 матчей, 3 плюс 2, 4 матча, 1 плюс 1, всего в 15 матчах 4 плюс 3, для 18-летнего парня охренительный результат, безусловно. Вот. И мы видим, что, да, у него был пневмоторакс, из-за которого он пропустил достаточно большую часть сезона, 1, 2, 3, 4, 5, 6 матчей, и после этого начал восстанавливаться, но в дальнейшем 69, 73, 64, 82, ну и пошло 90, 90, здесь 66, потому что и так уже сделал 1 плюс 1, 90, со Спартаком 82 минуты, то есть, ну, вот он уже вполне себе в рамках российской премьер-лиги по 90 минут играет, так что с этим проблем должно, не должно быть, но опять же, мы же все равно остаемся с футболистами, которые есть в команде, и приходит Пеняев, да, он займет место на левом фланге, но кроме этого на левом фланге у нас остается какой-нибудь Антон Миранчук, какой-нибудь Франсуа Камано, который до сих пор не ушел, какой-нибудь Уилсон Исидор, потому что если мы берем нападающий, вот тут у нас как минимум уже есть Игнатьев, Глушенков и еще один нападающий высокого уровня иностранный, надеюсь, что высокого уровня, но тем не менее, если мы покупаем его, то все равно этот чел с прицелом под основу, да, то есть, ну, где в этой картине мира Вадиму Райкову давать 30 минут, только если матчи, в которых мы выигрываем по 5-0, по 3-0, но таких матчей, скорее всего, будет не очень много в следующей стадии сезона, так что, увы, увы, есть определенные вопросы. Дай бог, дай бог, что Пеняев будет играть, не знаю, по 60 минут, делать 1 плюс 1 в каждом матче, потом будет выходить Вадим Райков и делать еще 1 плюс 1, это будет очень круто, но есть определенные сомнения, что так будет. Паярков равно Степанов. Да много таких, просто много таких ребят, и честно говорю, да, что для меня нету одного какого-то конкретного левого защитника, который на две головы выше всех остальных, за которым надо гоняться. Ну, может быть, может быть, отчасти круговой из Зенита, действительно хороший парень, талантливый, и опять же, в сборную у Галактионова играл, и все эти молодежки прошел. Хороший, хороший, действительно, левый защитник, но он в Зените, и он уже отказал Локомотиву в том, чтобы перейти в аренду. Все остальные, что Горшков, что Самошников, что Паярков, что там Максимчук какой-нибудь, что еще, куча-куча ребят, левых защитников, они для меня абсолютно все одинаковые, и я не вижу между ними и Текнезианом какой-нибудь разницы. Я не говорю, что Текнезиан там на две головы выше Самошникова. Нет, Текнезиан примерно такой же, как Самошников, но нахрена вам еще один, нахрена вам еще один такой же, у вас уже есть Текнезиан. У вас есть там Сильянов в аренде, у вас есть Шнапцев, который может сыграть справа-слева, вот уж между Шнапцевым и Сильяновым разницы вообще не... Ой, между Шнапцевым и Самошниковым разницы вообще никакой нету. Оба играют на левом фланге, при том, что правши, и могут много и качественно бегать без каких-то прям вот ярко выраженных сильных качеств. Ну, типа, ну Шнапцев, ну вот, у вас есть парень, берите его, наигрывайте, и вы получите такого же футболиста через полгода, как Самошников, только вам не нужно будет платить за него, и... он моложе, чем Самошников на 7 лет, кажется. Вроде неплохие вводные данные. Что за Марат Бакоев, которого на просмотр ЦСКА хочет взять? Он же в Казанке был. Марат Бакоев, он был и на сборах с локомотивом у Николича на летних сборах. Это центральный защитник, левша, может сыграть левого защитника, но не очень качественного, потому что, ну, скорости не хватает. Ну, как защитник, у него хороший пас с левой ноги, вот он прям может с левой ноги выдавать передачи чуть ли не голевые, да, просто раз и забросить за спины. Но очень много ошибался. Как защитник очень много ошибался, очень много привозил, очень много проигрывал борьбы, автоголы, забивал в свои ворота, у него был матч, где он, по-моему, два автогола в свои ворота забил за Казанку. Ну, короче, такой вот, немножечко не координированный, несуразный. Ну, что-то в нем было. Для ПФЛ-ки нормальный защитник. Для Локомотива оказалось, ну, ничем не лучше, опять того же, там, и Ванькова, и еще кого-нибудь из молодых защитников, которые тоже были в команде при Николиче. Поэтому его и отправили дальше. ЦСКА, я думаю, он тоже не особо поможет. Ну, позвать на просмотр, почему нет? Никто... Никто не против. А так, я думаю, что просто у Марата Бакуева хороший агент с хорошими связями, с хорошими контактами, поэтому он его и в Казанку пристроил к Александру Самедову, и в ЦСКА на просмотр пристраивает. Ну, а кажется, где-нибудь в каком-нибудь клубе ФНЛ, я думаю, что потолок его будет на данный момент примерно там. Думаешь, Раков не сможет играть вместе с Пеняевым и Глушенковым? Думаю, что нет. Я думаю, что нет никаких шансов, чтобы Пеняев, Глушенков и Вадим Раков появились на поле одновременно. Опять же, опять же, учитывая, что у нас есть как минимум еще Антон Миранчук, есть Рефаджи Малединов, который так или иначе выздоровеет когда-нибудь. Хотя, грустные новости приходят, что он первый сбор пропускает. Ну, в общей группе не будет работать, будет работать по индивидуальной программе, но Ахилл штука такая, которая не дает покоя и, к сожалению, гораздо сложнее, чем крестообразные связки. И восстановление у Рефаджи Малединов будет дольше, чем у того же Фасона. Вот. Ну, есть Исидор, есть Керк, есть еще футболисты, которые тоже хотят играть в футбол и представить, что все они вместе появятся на поле невозможно. На данный момент очевидно, что Раков не игрок стартового состава. Раков это игрок, который должен выходить на заменки и что-то где-то там помогать, додавливать и соответственно таким образом получать свою игровую практику в основе. Но мы накупаем кучу игроков в атаку и опять же, еще раз, у меня не было бы претензий, не было бы вопросов, если бы это были футболисты очень высокого уровня. Условно говоря, если бы у нас был там Фарфан в атаке, если бы у нас был Мануэл Фернандеш, Леша Миранчук, еще кто-нибудь, да, и мы бы туда еще купили какого-нибудь игрока сборной Франции, окей, нет вопросов, надо выбираться с 14-го места, нужно здесь и сейчас добывать очки, нужно здесь и сейчас быть крутым футболистом. И тогда, да, ну молодежи, ну что поделать, вот вы решили расти в топ-клубе, если вы потянете эту конкуренцию, вы будете такими же, как там Леша Миранчук, Рефа Джамлединов и все такие. Если не потянете, то уходите в аренду, ничего страшного в этом нету. Но мы-то говорим про приход Глушенкова, мы говорим про приход Пеняева, мы говорим про приход Соколова, это футболисты, которые, ну да, неплохие, но сказать, что это прям какой-то супер-овертоп, ну я точно не могу, по крайней мере, если мы говорим про Пеняева сейчас, но это не супер-овертоп, а Глушенков, скорее всего, никогда супер-овертопом и не будет. Про Соколова вообще ничего не понятно. Но каждый из них это дополнительная ступенька на лестнице Ракова, Батракова и других, там Пушкарева, Мамонова и много еще ребят в основу. И это мне не нравится. Мы дополнительно создаем преграды своим собственным ребятам на пути в основу и эти преграды не сказать, что, ну по крайней мере, сейчас на бумаге какие-то очень крутые футболисты. На Twitch не реально вернуться. Все реально, только зачем. Какой мне смысл возвращаться на Twitch? Чтобы что? Нет проблем стримить на Twitch. Даже сейчас нету проблемы с монетизацией на Twitch. Если будете подписываться, мне это даже когда-нибудь придет, когда мы наберем 100 долларов на подписках. Но зачем? Я своеобразный стример. Если бы я стримил видеоигры, можно было бы по крайней мере сказать, что на Twitch я могу себе набрать аудиторию. и может быть, может быть, видеоигры я действительно буду стримить на Twitch, потому что, опять же, не буду портить здесь статистику на ВК-плее, а иногда во что-нибудь поиграть хочется. Вот мы, например, футбольный менеджер у нас запустился с подписчиками, и я все никак не поиграю. Мы можем вернуть футбольный менеджер на Twitch. Да, у меня будет там 10-15 зрителей, может быть, кто-нибудь еще будет приходить, и мы там как раньше делали, так и продолжим играть. И мне это будет просто по кайфу, потому что я просто по кайфу играю в футбольный менеджер, общаюсь с вами и стримлю. Но стримить футбол, стримить разговоры про футбол, мне хочется на площадках, на которых это во что-то выльется. В данном случае это программа поддержки ВК-плея, который, ну, какую-то копеечку дает. До этого был ВАСТ, который тоже какую-то копеечку давал. И, ну, естественно, мы останемся тогда на ВК-плее. И будем пытаться местные цели добывать, то есть это цели по среднему онлайну, сейчас, кстати, хороший средний онлайн, очень приятно. Будем добывать цели по сердечкам, ставьте их, и все это будет помогать мне в том числе делать гораздо больше контента, потому что вот вы опять же, да, видели то, что я с, там, примерно с апреля и по примерно сентябрь, ну, я на самом деле очень мало чего делал в плане контента, да, там у нас были стримы, но не более того. Ну, какой-то мотивации к всему этому нету, потому что Twitch обрубился, YouTube ничего не дает, а нахрена мне что-то делать. Контракт с фунтбетом тоже разорвали, и нахрена мне что-то там делать. А здесь вот есть мотивация, и хочется расти, хочется больше онлайн иметь, больше сердечек иметь, больше подписок иметь, и в этом все, ну, вот, есть мотивация работать. На Twitch этой мотивации нету вообще. Если бы не было вот этих программ поддержки VK Play или Vazda, на Vazda, кстати, закончилось, слава богу, если бы не было этих программ поддержек, мы бы стримили на Twitch, ну, окей, но это были бы очень редкие стримы просто чисто под матчи. Есть матч Локомотива, я выхожу в эфир, потому что мне по кайфу посмотреть с вами матчик, мне по кайфу с вами пообсуждать футбол. Ну, на самом деле даже в меньшей степени посмотреть матчик, но я знаю, что народу это соберет побольше. И в большей степени пообсуждать футбол. Вот это просто вообще по кайфу завести и поболтать по поводу прошедшего матча или по поводу каких-то важных событий в Локомотиве. Но сейчас зато вот я вам какой-то контент создаю, я выхожу в эфир и вот видосики начал на YouTube пилить, потому что видосы на YouTube они так или иначе будут конвертироваться в зрителей на ВКПлея. Кто-нибудь наконец, ну, это часто бывает, что ты пилишь полгода видосики, потом кто-нибудь приходит и такой, Тим, а что ты давно не видел твоих трансляций, а где они находятся? А ты в каждом видосе говорил о том, что ты на ВКПлея перешел. Вот. Так, по одному, по два, по три, по пять человек приходят уже, уже хорошо. Так что нет, на Twitch с футбольным контентом я не перейду, потому что, ну, на Twitch я не получу никакой дополнительной там популярности с этого. Никто не будет переходить на Twitch меня смотреть, потому что я стримлю разговоры про футбол. Можно было бы это делать на YouTube, но опять же, если бы на YouTube оставалась монетизация, такая, какая была до 24 февраля, мы бы 100% собирались с вами на YouTube в рамках еженедельных встреч пятничного ежетока. Мне они нравились, это было кайфово, и это собирало просмотры там по пятничных ежетоках, 3-4 тысячи просмотров. Абсолютно нормальные для меня цифры. Но нет, нет, сейчас монетизации нету, никакого смысла на YouTube что-то делать, тоже нету, кроме пиления видосов ради того, чтобы люди просто не забывали, что я существую. Раков медной трубы не пройдет, вот Пеняев гораздо более зрелый, был в 17. Принимаю. Кому может понадобиться Раканьяц, куда можно сплавить в аренду? Ну, Раканьяц в Сербию вообще без проблем уйдет. Кому может понадобиться Раканьяц? человек в из чемпионата Сербии в сборную Черногории попал. За неудачные полгода, я думаю, что о нем особо не забыли. Это у болельщиков локомотива память золотой рыбки, о чем я не устаю напоминать. В других командах обычно все-таки в других странах нет такой проблемы, и поэтому тот же самый Педриньо совершенно спокойно вернулся в Бразилию за те же самые 4 миллиона евро, за которые мы его и брали. Потому что там все-таки помнят, кто такой Педриньо и не забыли о том, что он делал в своем предыдущем клубе. Вот. Марк Раканьяц, который в 20-21 год в 24 матчах делает 9 плюс 3 и потом в раунде чемпионшипа забивает еще два гола в двух матчах и того делает 11 плюс 3. Достаточно без проблем, найдет себе продолжение карьеры в Сербии. При том, что опять же, да, здесь даже не по 90 минут были матчи, учитывая, что он был молодым парнем. Да, здесь вот вы увидите, что два гола за 72 минуты, гол за 45 минут, 65-69, ну, короче, примерно как Сергей Пеняев играл. Плюс, смотрите, вот сюда вот, что человек прошел все сборные Черногории и дошел до основной сборной Черногории, где дебютировал 28 марта. И поймете то, что больших проблем Раканьяцу найти себе клуб в Сербии или еще где-то не будет. Может быть, даже в Австрии в какой-нибудь. Типа, ну, почему вообще такие вопросы могут быть? Потому что у него не получилось в локомотиве, где не пойми, кто тренировал, не пойми, что хотел. Ну, такое. Я думаю, Раков пробьется сам в основу. У него явно талант, как у Бутракова, так что не стоит волноваться. Ну, к сожалению, это не так. Ну, в смысле, может быть и пробьется, но, к сожалению, не работает вот эта вот тема о том, что талант сам себе дорогу пробьет. Увы. Может и пробьет, но может быть и сломают его преграды на пути к тому, чтобы очень много талантливых ребят, очень много талантливых ребят, которым чуть-чуть не повезло, в итоге не стали футболистами. Мне кажется, Галактионов будет много общаться с молодыми, подводить к основе не только игровым временем, но и ментально. При немцах веры в это не было, даже если ставили, то в силу пустоты скамейки. Ну, наоборот. У меня при немцах было огромное количество надежды и веры в то, что вот эти молодые ребята будут подводиться к основе, ну, потому что оно и было, да, тот же Крапукас, все поставили, играет. Того же Ракова поначалу заигрывали, потом ставил проблемы с результатами, перестали заигрывать, но тем не менее все равно на него рассчитывали, он все равно был в... тренировался с основной командой, сидел на скамейке запасных, и были бы нормальные результаты, и Ракова мы бы видели почаще, как и в первых матчах сезона. Вот. Здесь, здесь. Я верю, что Галактионов может работать с молодежью. Меня смущает только то, что ему напихивают ребят, которые тоже молодежь, с которой тоже нужно работать, но они чуть-чуть постарше, они уже чуть-чуть постатуснее, и чуть-чуть более знакомые Галактионову. И, конечно, Галактионову гораздо проще будет не Ракова и Погосного подводить к основе, Соколова и Агапова подводить к основе, потому что, ну а что? А какая разница Галактионову, воспитанник он или не воспитанник? Антон Хрустальный сильно, на него не стоит надеяться, к сожалению. И что? Не стоит на него надеяться, и дальше что с Антоном делать? Просто типа, ну мы на тебя не надеемся, ты это, ну, да, и тренируйся, но мы на тебя не надеемся. Антон иногда бывает травмированным, это факт, у него есть в том числе и травмы, которые будут его теперь уже до конца карьеры преследовать. Но тем не менее, как минимум там полсезона Антон в строю, а скорее всего больше. И что, теперь просто не ставить его из-за этого в состав? Он у вас есть, но он же может получить травму, давайте не будем на него рассчитывать. Такого никогда не произойдет. Если Антон здоров, Антон будет в составе. Разве не должна быть конкуренция, да и травмы никто не отменял? Конкуренция должна быть, но не должно быть избыточной конкуренции, когда ты видишь, что для того, чтобы пройти в основу, тебе нужно пройти одну ступень, вторую ступень, третью ступень, не четвертую ступень. Ты смотришь на это и ты понимаешь, что при своей жизни, при своем контракте ты до 30 лет никогда не выиграешь конкуренцию у пяти человек перед тобой, потому что каждый из них тоже хочет в основу. Когда ты конкурируешь с двумя-тремя человеками, окей, ноль проблем, ты будешь сильнее их и если сейчас слабее, то травма, дисквалификации и просто тренер будет пасовать. Но когда перед тобой огромное количество вот этих ступеней, которые тебе нужно преодолеть для того, чтобы попасть в основу, это во-первых дизмораль, это во-вторых просто а зачем мне переподписывать контракт с этой командой? Ну Ираков возьмет и уйдет в какую-нибудь другую команду. Барзикин говорит, что мы закидываем Пеняева баблом, то есть очень много даем подъемных. Есть зерно истины тут. Безусловно, мы даем очень много бабла Пеняеву. Но типа можно дать гораздо меньше и получить Пеняева или что? Или как? Или как это работает? Или можно дать гораздо меньше игроку 18-летнему в российской премьер-лиге, который сделал 4 плюс 3 и получить его? Или что? Как это должно работать? Я не очень понимаю. Вот Пеняев, вот мы хотим Пеняева. Вот такие вот условия получения Пеняева, иначе он останется в крыльях советов. И вот он в этих крыльях советов все полностью устраивает. У тебя вариант, либо ты даешь эти 50 миллионов рублей Пеняеву лично в руки, либо ты не подписываешь Пеняева. Какой вариант выбрать? Одно дело, когда у тебя вся российская премьер-лига в 18-летних пацанах, и ты выбираешь Пеняев, Шпеняев, Свиняев, Креняев, и думаешь, вот кого бы из них выбрать. И тогда они тоже будут думать, что один из них попросит миллион долларов для того, чтобы попасть в Локомотив, а другой скажет, да Локомотив, мой любимый клуб, всегда хотел в нем играть, пойдет бесплатно. И ты выберешь вот этого второго. Но таких, как Пеняев, в российской премьер-лиге рождается один раз в 10 лет. окей, там предыдущий был Захарян, тоже с такой же статистикой, примерно на том же возрасте, но до этого вообще никого. До, там, Леша Мирончука в 17 лет, наверное, Дзагоева какого-нибудь. Так что, в чем, в чем поинт-то, что мы его закидываем деньгами? Хотим получить. Других таких, к сожалению, на рынке нет. Мне кажется, Райков получит достаточно времени при Галактусе. Да может быть, может быть. У меня опасения. Я не говорю, что оно так точно будет, и поэтому ни в коем случае нельзя подписывать Пеняева, Глушенкова, Соколова и прочих. У меня есть опасения. Я с вами ими делюсь. Да, я всегда с вами делюсь своими опасениями, своими мыслями, своими надеждами, своими ожиданиями. И они могут не оправдываться, безусловно, совершенно. Я не являюсь Вангой или какой-нибудь истинной в последней дистанции. Это просто мои мысли и мое видение ситуации на данный момент. Может быть, окажется то, что Раков прям сходу выиграет конкуренцию у Пеняева, и они будут там, не знаю, вдвоем выходить, потому что они супер два талантливых парня, и будут каждый из них там по 10 голов забивать за матч. Может так, может не так. Посмотрим. Но определенные есть. Определенные сомнения есть. Леша Миранчук с более сильными игроками в центре поля прорвался в состав. Если Вадим и Леша будут развиваться, будут играть. Это все лирика. Леша Миранчук с более сильными игроками. Этих игроков в какой-то момент просто не было, и этот игрок был в какой-то момент абсолютно один. Это Мануэл Фернандеш, и Мануэл и Фернандеш отправляли бегать вокруг стадиона и оказывалось то, что нету никакой конкуренции у Леши Миранчука, и он играл. И каждая история индивидуальна. Нету смысла говорить, что а вот тот вот делал вот так вот, поэтому и этот тоже должен. На всякие такие истории можно придумать, вспомнить множество других историй, когда человек просто видел то, что ты можешь попасть в состав, ты вроде себя хорошо проявил в двух матчах при новом главном тренере, но вместо того, чтобы и дальше тебя ставить, зачем-то покупают трех человек на твою позицию, и ты понимаешь, что ну окей, три человека на мою позицию, каждый из них будет любимчиком тренера, пожалуй, я не буду пытаться с этим бороться и пойду куда-нибудь еще. Увы, каждый человек индивидуален, поэтому нету такого, что если талантлив, то пробьешься. Нет. Шишкин-Янбаев, золотая пара крайних защитников, после был то правый защитник, то левый защитник по одному. Ну и Шишкин и Янбаев оба были правыми защитниками. Золотое поколение это тогда, когда у нас был Виталий Денисов в своей правой форме, и там справа играл по-моему как раз Шишкин, слева Виталий Денисов, вот это вот было наверное праймовая вещь. Ну плюс еще у нас был момент, когда мы годик поиграли с Владом Игнатьевым и Мацием Рыбусом. Это тоже было вот неплохо в целом. Правый защитник и левый защитник. Но все это далеко от идеалов моих. Россию лишили Еврокубков, как говорят, на 10 лет. Может это обстоятельство подтолкнуть Легов уезжать? То есть ты хочешь сказать, что если мы не возьмем Пеняева, то это сделает кто-то другой из топов? Нет, я хочу сказать, что если мы не дадим Пеняеву его требования, то Пеняев останется в крыльях советов. А мы останемся без Пеняева, зато с миллионом долларов. Это как ЦСКА, который продал Марадишвили Текнезяна и остался зато с огромными стопками долларов, которые видимо надо сложить на поле, чтобы играть. И в итоге опять остались на пятом месте в прошлом году. В чем поинт-то? В чем смысл оставаться с деньгами, но без футболиста? Нам нужен футболист, нам не нужны деньги. Мы не сможем выставить банкноты на поле, чтобы эти банкноты голы забивали. И на эти банкноты, на этот сэкономленный миллион долларов, мы не купим никого хотя бы такого же, как Пеняев, с таким же набором качеств, потому что в российской премьер-лиге их нет. Можем их найти где-то на иностранном рынке, но это тоже огромный риск. И опять будут вопросы о том, зачем локомотив покупает каких-то 18-19-летних парней из-за рубежа, когда тебе нужно с 14-го места вылезать. По поводу еврокубков на 10 лет. Во-первых, нету никакого бана на 10 лет. Поменьше читайте бредовые источники типа Низыгаря, который вообще ничего не понимает в футболе и просто хайпуют на различных околополитических темах. Нет и не может быть бана на 10 лет. За 10 лет вы вообще не можете представить, что с футболом случится, потому что технологии шагают огромным темпом, и футбол шагает огромными темпами, и решения, которые принимаются, они принимаются на ближайший отрезок. Ну вот сейчас окей, в этом розыгрыше вы участие не приняете. Так, вот у нас начинается отбор к чемпионату миру миру 2026. Готовы мы включить Россию? Так, ну что-то наши члены против. Окей, на 26-й год мы вас не включаем. И так оно будет каждый, каждый раз. И да, в итоге это может быть 10 лет, в итоге это может быть 20 лет, но в итоге это может оказаться, что в 2026 году страны скажут, ну окей, а что, собственно, ну вроде конфликта нету, вроде все урегулировалось, давайте играть футбол, почему нет, кто против-то. И все, на этом моменте Россия обратно возвращается. Никто не даст никаких прогнозов, никаких гарантий и соответственно никаких банов там на 10 лет, на 15 лет, на 20 лет и все такое. Люди не мыслят категориями десятилетий, к счастью. Барзыкин про то, как они купили из крыльев Зиньковского, наверное, ничего не говорил. Да может и говорил, Барзыкин человек, который хайпит. Я, типа, много раз говорил, и это абсолютно без негатива. Человек выбрал себе такую стезю, что он хайпит. И в России, естественно, самая хайповая тема, это когда кому-то очень много платят денег. Непонятно вообще за что и почему. Когда врачам в Норильске или где-нибудь в Сибири платят 10 тысяч. Соответственно, это хайповая тема. Барзыкин хайпит. Поэтому я не удивлюсь, если у Барзыкина есть видео про то, как Зиньковского забросали деньгами, как Пруцова забросали деньгами. Помните, как Пруцов в Спартак переходил? Я тоже об этом писал. И, ну, кто такой Пруцов? Пруцов это, ну, по сравнению там с Пеняевым, ну, вот Пруцова можно с Глушенковым отчасти сравнить. И то Пруцов это игрок центра поля, игроков центра поля, к счастью, в России рождается очень много, в отличие от игроков атаки, которые бы забивали и отдавали. Но у Глушенков был в Спартаке, не получилось, они взяли Пруцова. Но, тем не менее, Пруцов миллион крыльям, два миллиона агенту, или там полтора миллиона агенту, конечно, сто миллионов рублей, что-то такое было. По курсу лета это было порядка полутора миллионов долларов агенту, то есть 150 процентов от суммы трансфера пошло агенту, плюс подъемные самому Пруцову и получается весьма внушительная сумма, примерно там в 2,5-3 миллиона евро за игрока, который, ну, не то, чтобы себя как-то очень сильно ярко проявлял. Сейчас, на мой взгляд, Коваленко проявляет себя гораздо ярче, чем проявлял себя Пруцов в крыльях советов из Сочи. Но заплатили 3 миллиона, ничего, вроде никто особо против не был. Окей. Сейчас играет более-менее, то не часто, да, опять же, давайте мы сейчас на трансфер-март перейдем. Здесь написано полтора миллиона евро, на самом деле, по факту, они заплатили около трех за Пруцово. Ну, 16 матчей, кстати, 800 минут, конечно, это маловато, но вот последние матчи прям жестко стабильно в основе. Начиная с нашей игры, прям жестко стабильно в основе. До этого 34, 30, 20, 17, 5, 10, 26, а, он же в декабре, в феврале приходил, ну, тогда это еще был примерно миллион долларов агенту. Ну, вот такой вот парень за 3 миллиона. Вот, на момент, когда приходил, это было совсем грустно. То есть, он пришел, скамейка, 7 минут, 60 минут, скамейка, 90, 90 и тайм. Ничего, нормально вроде было. И это для Спартака, который в прошлом сезоне был на 10 месте. 57 зрителей, есть вариант 50 сердечек пробить. Это было бы очень круто, но пока их только 32. Но было бы круто, еще 18 штучек бы набрать. Так, большую тему затрагивает у нас ID 1410 715 98. Что думаешь по поводу перехода в Азиатскую конфедерацию? Какова вероятность? Читал, что обратно вернуться в Европу будет нельзя. Так ли это? Большая тема, поэтому давайте опять же усаживайтесь поудобнее. переход в Азиатскую конфедерацию это абсолютно политически мотивированная штука. Никакой практической, никакого практического значения для российского футбола оно не имеет. И к сожалению, да, очень много политически мотивированных вещей у нас в футболе происходит, поэтому и глава Российского футбольного союза Александр Дюков тоже решил рубить правду матку и рассказывать о том, какой азиатский футбол богатый. Это не так. Да, там есть богатые страны, да, там есть Катар, да, есть Арабские Эмираты, да, есть какая-нибудь Индия. Действительно денег в том же Китае довольно много, но одно дело, когда вы их тратите на чемпионат мира, другое развитие футбола в своей собственной стране. И в этом случае денег очень мало, и это легко посмотреть по чемпионатам этих стран, какие игроки там играют, какие у них зарплаты, сколько стоят эти футболисты, какие суммы трансферов за этих футболистов отдаются. Вы увидите, что суммы совсем-совсем маленькие. И да, в Китае был в одно время бум футбольный, тоже по определенным экономическим причинам, но это быстро прикрыли, и теперь вы тоже в Китае, вы не найдете больших трансферов, вы не увидите, что кто-то покупает в Китае кого-то за 60 миллионов евро, как в свое время покупали Халка. Футбол в Азии слабый, футбол в Азии плохой, и кроме вот этих 5-6 стран с какими-то сильными финансовыми возможностями благодаря своей экономике, благодаря тому, что огромное количество и вам тоже придется с ними играть, со всеми таджикскими клубами, узбекскими клубами, клубами из Мьянмы какой-нибудь, с Вьетнама, Таиланда и прочих клубов Индонезии, где нету футболистов, где нету сильных клубов, где нету больших денег, и приводили информацию о том, что за победу в Азиатской Лиге Чемпионов победитель, а там нужно пройти огромный путь для того, чтобы победить в Азиатской Лиге Чемпионов. Это совсем непросто. Тебе дадут 4 миллиона евро. 4 миллиона евро. 4 миллиона евро дадут, если ты попадешь в групповой этап Лиги Европы. Просто за попадание в групповой этап Лиги Европы даются 4 миллиона евро, и ты можешь заработать до 15 миллионов евро, если там будешь побеждать, дойдешь до высоких стадий Лиги Европы. Если Если ты попадаешь в группу Лиги Чемпионов, ты гарантированно получаешь примерно 25 миллионов евро. Это сумма в 6 раз больше, чем то, что ты получишь в Азиатской Лиге Чемпионов, если выиграешь в ней. Естественно, по экономическим причинам это абсолютный бред. Кроме того, надо понимать, что перелет в Европу в нормальных обстоятельствах, в обычных обстоятельствах, это 4, 5, 6 часов. Перелет до каких-нибудь матчей Азии будет занимать 12, 16, 18 часов, а то и больше. Потому что с пересадками, потому что очень большое расстояние нужно будет преодолевать. И это вообще зачем? Кому это нужно для того, чтобы поиграть с каким-нибудь клубом из той же Мьянмы? Спортивной составляющей нету, экономической составляющей нету. Вы игроков задолбаете просто в хлам. Это, ну, как, не знаю, во Владивосток постоянно летать. И кому это нужно? Типа зачем? Почему? Какой это может дать толчок российскому футболу? Единственное, о чем говорят, это о том, что, ну, сборная России зато будет играть. Во-первых, не факт. Во-первых, не факт, что двойная Россия будет где-то играть. Потому что, да, Азиатская конфедерация может включить ее на Кубок Азии. И не спрашивать, по большому счету, мнение ФИФА. Но на чемпионат мира 2026 года все равно, все равно будут спрашивать мнение ФИФА о том, включать ее в отбор или не включать ее в отбор. И в этом случае разницы между Азиатской конфедерацией и Европейской никакой нету. Скорее всего, нужно забыть о чемпионате мира 2026 года и думать о том, как попасть на чемпионат мира 2030 года. Но к 2030 году уже ситуация, ну, 10 раз успеет поменяться. И, естественно, да, естественно, все это абсолютно политическое решение. Сверху сказали, что надо переходить в Азию. Матыцын финализировал это все, да, когда министр спорта выступает с заявлением о том, что Европа нам не дружественно, а Азия большой-большой партнер. Ну, естественно, Российский футбольный союз берет под козырек, говорит, есть и принимает это самое решение. Но противников этого решения довольно много. И как бы они там ни говорили о том, что у нас все клубы, все рады. На самом деле радых за то, что Россия уйдет из богатой и доброй Европейской конфедерации в азиатскую, никакой. При этом много раз я тоже вам говорил о том, что, ну, и FIFA, и UEFA, они очень лояльны к России, к Российскому футбольному союзу. Его ниоткуда не исключили, кроме как из, ну, конкретно команды, и команду сборной России, и команды в Еврокубках, не исключили ни с каких программ, ни с каких комитетов. По-прежнему передаются деньги. А Российский футбольный союз живет во многом за счет денег, которые отдается FIFA. И в этом плане можно ожидать то, что, ну, стоит только ситуации наконец-то утихнуть, а это абсолютно в возможностях России. И как нас обратно включат, и не нужно будет ждать 10 лет, там, 15 лет. Нет, нас очень быстро включат. Да, мы, конечно, потеряем все свои рейтинги, да, мы будем фактически с нуля начинать пробиваться через, там, 4-3 раунды квалификации. Но это будет Европа. И если у нас сильные клубы, то они будут пробиваться, они будут зарабатывать деньги, они будут, опять же, игроков гораздо будет проще переманивать, потому что, ну, ты не в Азии, тебе не нужно переманивать футболиста для того, чтобы играть в Азиатской Лиге Чемпионов. Мы играем в Лиге Европы, мы играем там в Лиге Чемпионов, помоги нам, мы попадем в групповой этап. Денег много, возможностей много, все, без проблем. Восстановление футбола, если им заняться нормально, а не так, как это делалось последние, там, 6 лет, все будет очень быстро, все очень будет хорошо. Но, к сожалению, Россия разворачивается спиной к Европе, лицом к Азии, и при этом нету никаких гарантий к тому, что Азиатская конфедерация нас куда-либо включит, потому что для участия нужно согласие всех стран, а там есть Япония, там есть Южная Корея, там есть еще страны, которые в целом не то чтобы дружественно к России настроены. Вернуться обратно будет сложнее, чем, естественно, попасть в Азиатскую конфедерацию. Для того, чтобы, для того, чтобы вступить в конфедерацию, нужно заручиться согласием всех членов этой самой конфедерации. И, да, теоретически могут надавить на Японию, на Южную Корею и прогнуть их, потому что их не так много, да, по сравнению, ну, я не помню, сколько там, порядка 60, по-моему, участников Азиатской конфедерации, могут их продавить, могут остальные страны чисто банально большим большинством, подавляющим большинством принять Россию. Но, когда ты будешь уходить из Азиатской конфедерации обратно в Европейскую, заручиться поддержкой всех европейских стран будет очень тяжело, учитывая, сколько там стран Балтии, Польшу и прочих стран, которые Россию крайне не любят и терпеть не могут. Поэтому вернуться будет очень тяжело. Так, 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 Раков. Разве в Пеняем конкурировать будут? Он разве не центральный? То есть ему нужно отодвигать Ваню Игнатьеву и Глушенкову нового Лего НАПА. Вы видели последние два матча Локомотива с Краснодаром и с Нижним Новгородом? Куда там выходил Вадим Раков? Видели? Как и Пеняев, Раков может играть с левого края, с правого края и в центре нападения. Пеняев тоже самое, может играть с левого края, с правого края и в центре нападения. Проблем особо нету. Быстрые, скоростные, техничные, понимают пространство, понимают, как находиться в штрафной. Это очень-очень похожие друг на друга форварды. Единственное, что, наверное, Пеняев более резкий, более скоростной на дриблинге, а Раков лучше чувствует удар, лучше чувствует мяч, гораздо точнее может приложиться по нему и забить. То есть голы Пеняева из-за пределов штрафной гораздо более редкое явление, чем голы Ракова из-за пределов штрафной. Но в целом игроки близкие. Может Галактионов играть в двух форвардов? Галактионов может играть в двух форвардов. Проблема в том, что два форварда Галактионовы это не Пеняев и Раков. Опять же, давайте вам картинку покажем. Это матчи Ивана Игнатьева за молодежную сборную России. Вот последние шесть матчей. Игнатьев плюс Ломовицкий. Здесь у нас Игнатьев выходил на замену. Не так интересно. Не так интересно. Нам нужно, где Игнатьев выходил в основе. Игнатьев плюс Глушенков. А вы не видите, да? Иван Игнатьев. Покажись. Ну что такое? Не хочет. О, захотел. Вот. Игнатьев плюс Глушенков на острие у Галактионова. Вообще довольно частая тема. Причем, если посмотрите, то Игнатьев основной, а Глушенков меняется. Вот. Игнатьев на острие и Глушенков справа. И здесь снова на замену. Ну, короче, в сборной периодически у него, когда Игнатьев играл, он играл в паре с кем-нибудь. В частности, с Максимом Глушенковым. Поэтому я думаю, что будет схема с двумя нападающими, но этими нападающими будет не Пеняев и Вадим Раков, а Иван Игнатьев плюс Пеняев, Иван Игнатьев плюс Глушенков. Или, например, Иван Игнатьев по центру, Пеняев слева, Глушенков справа. Мы как-то 3 миллиона за Хвичу не заплатили, а теперь он под 60 миллионов стоит. Замечательная история. Конечно же, Хвича бы стоил 60 миллионов в Локомотиве, безусловно. 100%. Очевидно совершенно. Не потому, что он в Наполе играет и завоевывает серию А, и в Лиге Чемпионов. Потому что в Локомотиве 100% бы вырос до 60 миллионов. Какие вообще вопросы могут быть? То, что он из Рубина, его даже за 15 миллионов продать не смогли. Ну, это просто Рубин не может продавать футболистов. В Локомотиве бы точно совершенно бы продали за 60. Удивляет риторика Телеграма. Переход в Азию, крушение мечт, похороны футбола. Ждать непонятно сколько, непонятно чего, не играть вообще, унижаться. Но примите нас хоть как-то. Это и есть похороны футбола. Нет никакой дорожной карты по разбану. По поводу мечт вообще смешно. Если гем в Европу, путь в Европу закрыт, то игрокам самим прикольнее хотя бы в Азии сыграть. А если открыт, то ничего не помешает миграции игроков, как в 90-е. Только барзометр свой умерит. Они захотят, то и будут тут тусить. Мальчишки у нас хотят не в Реал попасть, а в топ-клуб РПЛ. Клуб РПЛ не мог выиграть вообще, когда РПЛ более популярный, чем Еврокубки и сборная, кроме ЧМ и ЧЕ. Так что ядро у РПЛ большое, только у фигурного катания. Только там совсем шиза. Так что выбираешь дать и возможность играть. Надо играть. Был договорен с РФС, а не просто вот этот поток сознания, Кирилл. Нет, футболисты не хотят играть в Азиатской Лиге Чемпионов. Нету такого, что, блин, ну если нету Лиги Чемпионов, то хотя бы поиграть в Азиатской Лиге Чемпионов. Нет, такого нету. Они никуда не рвутся. Большого желания с каким-нибудь истеклолом поиграть нету. И с каким-нибудь японским Маринс лететь 16 часов играть тоже большого желания ни у кого нету. Смысла никто в этом не видит. Иначе бы, опять же, в какой-нибудь Катар, в какую-нибудь Саудовскую Аравию игроки бы переходили просто пачками. Но они туда переходят в 35 лет и только на очень большие деньги. Им играть в Азиатской Лиге Чемпионов никакого интереса не представляет. Представляю, для но-нейм бразильцев, которых не зовут в Европу, ну можно хотя бы там в Японии поиграть, в Эмиратах поиграть. Но это вот низший сорт футболистов. Поэтому это раз. Что тут еще? Ждать непонятно сколько и непонятно чего. А чего вы ждете от Азиатской Федерации Футбола? Тоже непонятно сколько и непонятно чего ждать. Все то же самое, только в азиатском плане. Никто нас не ждет там с распростертыми объятиями, приходите, играйте в финале Лиги Чемпионов. Нет, вы туда придете с нулевым рейтингом, вы будете играть с самых низших стадий, причем это будет один клуб, ну максимум два клуба, но скорее всего один с самых низших стадий. И для того, чтобы хотя бы там 3-4 клуба у вас играли на каких-то более поздних стадиях, вам придется потратить 5-6 лет. И более того, Азиатская Лига Чемпионов, она не такая, что ты как в Лиге Чемпионов все сильнейшие собираются. Нет, ты будешь играть по своему региону. А наш регион это клубы Таджикистана, Узбекистана, Ирана, ну вот эти вот клубы. Охренеть просто интересно. Ладно бы с японскими, я бы еще поиграл, с южнокорейскими, там прикольные клубы есть. Но мы-то будем играть совсем другими клубами. И то не мы, Зенит, в лучшем случае. РПЛ более популярна, чем Еврокубки и сборные, кроме Чемпионата мира, чем Чемпионат Европы. Так и в чем тогда смысл переходить в Зиатскую конфедерацию, если у вас РПЛ и так самодостаточно? Давайте лучше просто нигде не играть и ждать, пока нас вернут в Европу. Азиатская конфедерация не даст российскому футболу ничего, кроме геморроя и проблем. Ничего, вообще ничего. Это нужно только для того, чтобы политическое руководство могло сказать, а вот смотрите, мы не изгои в мире, азиаты нас любят. Хотя и азиаты нас особо не сильно котируют. Просто они не так нас ненавидят, как часть европейского сообщества, которое особенно сильно от России страдает. Но большой любви там к нам тоже нет. Не то, что нас миллионами и миллиардами встречают и пытаются переманить. Они еще будут рассматривать и думать, а включать нас вообще или нет. Самое большое унижение будет, когда мы подадим заявку, а азиаты скажут, что нет, спасибо. Мы подумали, посовещались и решили, что нет. Вот это будет самое большое унижение. Или включат, еще хуже, да, включат. Из УИФа мы перейдем в азиатскую, но при этом ни в какие чемпионаты нас тоже не включат, потому что Япония, там Южная Корея и остальные страны сильные и важные скажут то, что нет, спасибо, играть с ними не хотим. Вот это будет совсем топ. Привет, слышал про интерес к аргентинскому защитнику Родригу Шлегелю. Интерес, конечно, слышал, видел, читал. Агент еще решил выступить о очередном интересе. Но я рассказывал о том, как я сортирую слухи. Когда выходит агент и говорит о том, что к моему клиенту есть интерес со стороны Динамо, Спартака, а теперь еще и Локомотива, я сразу отсекаю это как полный бред, потому что этот агент просто выходит и хочет найти своему клиенту клуб. Естественно, никакого интереса сразу от трех команд одновременно к одному ноу-нейму из Америки быть не может. Это значит, что сам агент направил письма в Спартак, Локомотив и Динамо, а еще, скорее всего, в 50 других клубов, и такой, а вы не хотите рассмотреть возможность подписания вот этого футболиста? И клубы такие смотрят и говорят, ну, спасибо большое за предложение, мы подумаем. Агент, вот эти клубы хотят подписать моего клиента. А на самом деле просто, ну, типа, окей, мы приняли его в работу, посмотрим, что там вообще он умеет. Поэтому ни на секунду не верю в возможность подписания Родриги Шлегеля. Ну и Карпов уже опроверг, наш главный опровергатор в Сия Телеграма, Иван Карпов, опроверг. Ну и просто, просто изначально в это не верился, даже нарезку не стал смотреть. Да и, блин, сейчас как его найти? О, ничего себе, с первого раза правильную фамилию написал. Смотрите, в чем веселость этого Родрига Шлегеля. Ему 25 лет. Исполнилось уже полных 25, даже 25 с половиной. К 25 годам Родрига Шлегель сыграл во взрослом футболе 5,5 тысяч минут. 5,5 тысяч минут это два сезона, ну, два таких средненьких сезона. По 2,7 тысяч минут примерно. 79 матчей. Это вообще неопытный футболист. Это человек, который нигде толком не играл. Кроме как в МЛСке, в МЛСке своеобразный футбол. Особенно, что касается обороны. И, ну, вот эти вот цифры, они красноречиво говорят о том, что это вообще не то, что нужно. Когда мы смотрим на какого-нибудь Каргаса. Яниса Каргаса. Я в это еще готов был поверить. У него 28 лет. И, конечно, очень много игры по пердям. Но, по крайней мере, это 240 матчей. И это 20 тысяч минут сыгранных. Это в 4 раза больше, чем предыдущий наш игрок, ну, которого мы смотрели. Но, тем не менее, даже Янис Каргас, это кусок говна. А уж Шлегель, который толком не играл нигде. Тем более. 1080p нет видео, что-то совсем плохо видно. Ну, из-за того, что, да, я... Из-за того, что в прошлый раз у нас с вами были проблемы с трансляцией, я сделал 720p. И сейчас уже не могу переобуться на 1080p. Так что, извините. Следующей трансляции поправлю. Сорян, сорян. Много давать агенту, это, конечно, говнистая история. С другой стороны, тот же Зенит взял Ваню Сергеев, а Спартак до этого Соболева. И те, и другие отдали бешеные деньги агенту. Но с футболистами угадали однозначно. В десятку попали. Крылья отлично прокачивают футболистов. Ну, это, в принципе, нормальная тема. Брать игроков и платить агентам. Ничего в этом дикого, страшного, отвратительного нет. Весь мир платит огромные агентские деньги. Всяким мендышам, всяким прочим известным лицам. Для того, чтобы получить этого игрока. Точно так же, как и подъемные. Я думаю, что Эндрику и его родне сильно перепало от Реала. За то, чтобы он выбрал именно Королевский клуб. Это, ну, просто нормальная история. Когда у тебя штучный товар. Когда у тебя товар именно такой, которого ты хочешь получить. И аналогов этого товара нет. Когда у тебя выбор огромный. Из всего мира ты можешь выбирать футболистов. Тогда агентские и подъемные, они сходят на нет. Потому что, ну, отказался Пеняев. Окей, ну мы сейчас какой-нибудь Скандинава найдем. Там Светберга за те же самые 5 миллионов евро, те же самые там 18 лет. Он был готов перейти к нам. Но платить агентских каких-то зашкаливающих и подъемных не нужно. Но 24 февраля спецоперация и бан в Еврокубках. И огромное количество молодых ребят, которые готовы были поехать в Локомотив. Уже в Локомотив никогда не поедут. Ну, на ближайшие там 5-10 лет. Поэтому приходится смотреть на рынок тех, кто поедет. И выбирать сильнейших там. Увы, опять же, да. Ну, какие есть альтернативы Сергею Пеняеву? Арсен Захарян. Давайте посмотрим, сколько нужно заплатить, чтобы купить Арсена Захаряна в Локомотив. Я думаю, это даже не 20 и не 30 миллионов евро. Я думаю, что Динамо затребует миллионов 50, чтобы уж расстаться с Захаряном. И самому Захаряну еще нужно, ну, чтобы расстаться с Захаряном именно в Локомотив. И самому Захаряну нужно объяснить, а что тебе менять Динамо на Локомотив? Ну, давай 10 миллионов евро тебе заплатим. Это хватит тебе и всем твоим детям, всем твоим будущим и внукам, всей твоей родне. И в Армении еще родне хватит до конца их жизни. И тогда, да, тогда Захарян может согласиться. Это рыночные отношения, это трансферный рынок. Вот он так работает. Если вы найдете еще кого-нибудь в 18 лет, который в российской премьер-лиге сходу берет и разваливает, делает, вот как мы смотрели, 4 плюс 3 за неполные 15 матчей, давайте посмотрим, сколько он стоит. Если его можно купить дешевле, значит, надо брать. Если его нельзя купить дешевле, ну, значит, надо думать. Если вы хотите покупать таких футболистов, извините, придется раскошеливаться. У нас получится целая карусель впереди, где 3-4 игрока могут за матч бегать по позициям друг друга и тем самым путать оборону. Это правда. Ну, собственно, примерно так Крылья Советов играют, потому что у них Глушенков, Пеняев, Ежов, они все между собой там меняются местами, плюс подключаются игроки из глубины. И кто конкретно окажется на острие, в общем-то, не так понятно. Это нормальная история. Так можно играть в футбол. Может, показалось, но как-то не лишним будет Ракову мясом обрасти. Играть уже надо с дядьками будет. Но играть-то надо с дядьками, но не все футболисты обрастают мясом, так сказать. У Ракова нормальная комплекция. Вот мясом надо обрасти Батракову, потому что его действительно могут просто переломить одним подкатом. У Ракова с этим все более-менее нормально. Ему как раз это самое мясо, оно скорее помешает бегать и так же ловко и координированно перемещаться по полю. Вспомните Дмитрия Сычева. Ему не нужно было в 18 лет обрастать мясом, чтобы нагибать лигу. И наоборот, когда он начал обрастать мясом, когда вот он уже стал крепнуть, его легкость, она пропала. Многие говорят, что его травма сломила. И это отчасти правда. Но гораздо больше его подломило взросление. Что он стал закачиваться, он стал наращивать мышечную массу, в том числе из-за травм. И он перестал быть тем Дмитрием Сычевым с теми козырьми, которые у него были. Увы. Поэтому наращивание массы это не всегда полезно. В мобильной версии Safari появились сердечки. Не только в мобильной версии Safari появились сердечки. Появилось еще и мобильное приложение для iOS, для Apple в App Store. Можете скачать VK Play Live. И там, соответственно, там пока еще одна из таких предыдущих версий плеера. Но в скором времени накатит обновление. И все блага цивилизации, которые появились в последней версии приложения Андроида, тоже появятся. Поэтому скачивайте. Еще раз говорю, что с VK Play мы никуда не уходим. Мы здесь будем долго, счастливо находиться. Поэтому качайте и регистрируйтесь, настраивайте. Будем здесь довольно часто с вами видеться. И опять же, пуши будут приходить. Не пропустите трансляцию. Все это помогает. Ну а сердечки ставьте. Сердечки, 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 сердечки. Сердечки это важно. 37, 38. Нифига себе. Чуть-чуть осталось. 12. Ладно, минусы перехода в АСИУ мы уже обсудили. Тут все грустно, очевидно. Но если искать хоть какие-то плюсы, то можно за что-нибудь зацепиться. Плюсы, за которые цепляемся мы в Азии, это игра сборной России. Это то, что сборная России, она, если вам важна сборная России, то она будет играть. И, соответственно, она будет играть часто. Она будет играть с какими-нибудь там азиатскими сборными. Ее наверняка пустят в отборные какие-нибудь азиатские чемпионаты и кубки. В этом плане, ну, хоть что-то. Хоть что-то будет. В Экалаеве записи трансляции нету. Записи в Экалаеве пока нету. Обещаю, там, в ближайшее время, может быть, в этом месте, ну, вряд ли, до Нового Года. Хотя, опять же, они каждую неделю какие-то новые фишки представляют. Но, скорее всего, там, в январе-феврале добавят. Одна из приоритетных вещей, которая, по крайней мере, они говорят, что записи — это одна из приоритетных вещей. Собственно, больше я особо плюсов не вижу, потому что, ну, более тесная интеграция с Азией, соответственно, если сейчас мы смотрим на игроков и покупаем игроков, в основном, играющих в Европе и Латинской Америке, то нам будет проще покупать игроков, которые есть в Азии. А там тоже есть хорошие футболисты. Тоже есть неплохие футболисты, которые могут усиливать локомотив, но мы в эту сторону вообще не смотрим. Возможно, это будет какой-то плюс в плане переманивания этих игроков в локомотив. Из каких источников берет информацию Карп? Кто он, помимо того, что он инсайдер? Он журналист, который знаком с всем футбольным миром. Он может запросто подойти практически к любому футбольному деятелю, и они будут его знать, и они с ним пообщаются. Что за нападающий из Селтика, которого вроде как хотели, но он сам не захотел? Нормальный. Греческий нападающий играл в Голландии, становился даже лучшим бомбардиром. В целом, в целом, ну, конечно, нам сейчас разбираться не приходится. Это неплохой вариант. Это человек, который умеет играть, который умеет забивать, который, ну, плюс-минус. Плюс-минус топчик за свои деньги, конечно. Вот. Но есть ощущение, что такие футболисты в локомотив не пойдут, и искать нужно похожих игроков, но в Латинской Америке. В принципе, не очень могу понять хорошего европейского нападающего, который пойдет сейчас в Россию. Это будет либо африканский нападающий, как мне кажется, либо латиноамериканский. Парагвайц, ругвайц, аргентинец, бразилец, кто-нибудь из них, колумбиец. Вот в колумбийце легко верилось, колумбиец легко в Россию поедет, которым мы якобы интересовались. А этот грек вряд ли. Какой, кстати? Я забыл фамилию. Якумакис. Он в Шотландии-то, кстати, неплохо играл, но что-то как-то сбавил оборот. Хотя, опять же, если посмотреть на этого Якумакиса, то у него неплохая статистика и в этом сезоне, просто почему-то его перестали использовать. У него в Лиге Чемпионов 6 матчей, 1 гол. В Премьер Лиге 16 матчей 6 голов, но минут в 16 матчах всего 620. И при этом в этих 620 минутам все равно умудряется забить 6 голов. То есть хороший нападающий, хороший. Умеет забивать. Но вот почему-то его 18, 20, 10, 33, 18, 20, 25 минут используют. Но когда вот использовали 90-90, бац, то есть смотрите, да, один гол, два гола, один гол, и бац, на следующий матч 10 минут. Потом его пускают в старте, он отдает голевую передачу. И бац, в следующем матче 20, 20, 20, 18, 20 минут. Ну, что-то не понравилось тренеру. Скидка на то, что это очень молодой игрок, через год он может уже не будет так играть, или это не со всеми игроками работает. Рулетка же погаснет, 18-летний игрок или нет? Это про Пеняева или про кого? Обычно, если игрок 18 лет играет хорошо, ему давать играть дальше, то он не начинает играть хуже. Обычно он начинает играть лучше. Приветствую, Зирих. Про Васт вроде так же говорил. Про Васт никогда так не говорил. Про Васт всегда говорил, что это говноплатформа, на которой мы находимся ради денег. И какие-то вещи Васт вроде говорил, что исправит, и даже какие-то вещи исправил, но все это было очень медленно. И с каждым новым месяцем Васт был все хуже и хуже, чем раньше. То есть там не исправлялись старые проблемы, а наваливались новые, новые, новые. И в конце концов, сидеть на Васте просто стало невозможно. Мы в последний месяц даже не пытались на Васте сидеть. И ты никогда не знаешь, запустится я трансляция, не запустится, статистики нету, повторы не работают, и тебя только завтраками кормят. Да-да-да, конечно, обязательно починим. На ВК-плее такого нет. Если что, с ВК-плеем я знаком примерно с сентября, кажется, месяца. Пристально следил за платформой. Они открылись только в декабре, вот уже публично. Но до этого был закрытый бета-тест, в котором я тоже принимал участие. И я вижу, как платформа развивается. Я вижу... Опять же, да, много раз говорил, что я банально могу просто поговорить с создателями этого сервиса, сказать то, что мне не нравится. Они примут этого внимания. И вот... Вот... Буквально прошло меньше полумесяца, и они добавляют сердечки в мобильную версию. Вот вам... На ВАЗе полгода, наверное, нужно было бы бомбить их социальные сети, чтобы сказать, что у вас там вот это вот не работает, вот это не работает, а вот здесь глупо сделано. Здесь полмесяца. И вот мы уже получаем достаточно важный фикс. И реально они каждую неделю какие-то обновления клепают, что-то делают. И я думаю, что через год мы получим платформу, в которой уже будут все фишки Твича, которые нам были необходимы, с хорошим мобильным приложением, где можно сворачивать и слушать только звук, с возможностью вывести на телевизор картинку, с хорошим чатом и так далее. В целом, как считаешь, с учетом последних новостей, какие перспективы у РПЛ в плане развития и уровня лиги? Есть ли возможность даже в нынешних условиях для того, чтобы РПЛ прогрессировала в плане медийности и популярности, а также финансово крепла? Что думаю? Во-первых, финансово Российская премьер-лига чувствует себя довольно устойчиво, потому что есть множество букмекерских партнеров. У букмекеров большие заработки, и они вряд ли будут падать. Только если будет беднеть население, но это уже другая история. Это не футбольные вещи. В данном случае переход, уход из УЕФА в азиатскую конференцию ни на что не повлияет. Большие деньги либо спускаются по требованию из каких-нибудь банков, либо с коммерческой историей в виде букмекеров. В этом плане ничего особо не изменится. В плане развития, на мой взгляд, российский футбол, он последние 10 лет, это история деградации. И в 2019 году, когда приходил Дюков, я не помню где, то ли где-то в комментариях, то ли в каком-то посте, написал о том, что Дюков это человек, который убьет российский футбол. И я, конечно, совсем не это имел в виду, но ощущение, что российский футбол умирает с каждым годом, оно меня не покидает. И с каждым годом все хуже и хуже, и хуже, и хуже. Я картину наблюдаю, каждый раз все больше и больше хватаю за голову. Но такое ощущение, что это в общем и целом волнует только меня. Вот все эти замечательные телеграм-каналы, которые облизывают российский футбольный союз и одновременно пинают локомотив. Ух ты! Спасибо огромное за 100 рублей, аноним. Но 22 февраля, 22 декабря уже прошло. Думаем, думаем. Сбил с мысли. Короче, ругают локомотив, облизывают российский футбольный союз и такое ощущение, что все эти проблемы, которые ну с каждым годом все хуже и хуже, хуже и хуже в российском футбольном союзе, никого не волнуют, только меня, видимо. И они тоже никуда не денутся, поэтому, ну, ни о каком развитии речи не идет, мы только-только в деградацию сваливаемся и для того, чтобы рос, развивался российский футбол, неважно, в какой ты конфедерации вообще находишься, в азиатской, европейской, мы все время думаем о том, что нужна какая-то игровая практика для того, чтобы был сильный футбол в стране. Игровая практика это, конечно, важно, это, конечно, нужно, но важна игровая практика в сильной конкурентной среде. Если этой сильной конкурентной среды нету, то ты можешь хоть 100 матчей за год сыграть во дворе и все равно не стать таким, как Лионель Месси. Но если ты будешь играть с сильными партнерами, со сильными соперниками 100 матчей в год, ты вырастешь, ну, ты не можешь не вырасти. Да, все, конечно, зависит от твоего изначального таланта, сколько тебе природы дано, но тем не менее ты все равно вырастешь. А мы убиваем конкуренцию сначала лимитом, теперь переходом в Азиатскую конфедерацию. Естественно, сильные легионеры в Россию не поедут, им это неинтересно. Естественно, часть сильных игроков будет уезжать в Европу просто потому, что могут, потому что это их мечта играть в Лиге Чемпионов и в этом плане тоже ты перейдешь в Азиатскую конфедерацию, у тебя все эти Захаряны, Пеняевы точно, совершенно будут сбегать на минимальные зарплаты и не будут стараться провести остаток карьеры в Российской Премьер Лиге. То есть это с одной стороны конечно хорошо, с другой стороны на уровне Российской Премьер Лиги это будет очень негативным образом отражаться на уровне. Поэтому я думаю, что это все история падения, дна которого не видно, но когда-нибудь мы дойдем до нижней точки, в которой мы уже просто устаканимся, уравновесимся, будем на уровне какого-нибудь Узбекистана, Таджикистана, Казахстана может быть и все на этом остановим падение и дальше будет только рост, потому что падать уже некуда. Говносервис побыстрее, бы без записей на том же Ютубе не Айс, пока тут их нет. Ну, эта, например, трансляция, она появится на Ютубе, просто предыдущие трансляции это были матчи чемпионата мира, которые я не видел особого смысла в том, чтобы заливать на Ютубе. Здесь мы с вами общаемся про Локомотив, поэтому, безусловно, эта запись целиком появится на Ютубе. И все дальнейшие записи, которые так или иначе касаются именно обсуждения Локомотива, они будут появляться на Ютубе. Имхо Карп что-то узнает лично, что-то додумывает сам, всякую полуправду, типа игрок уже выбирает квартиру, во многом благодаря такой симуляции информированности его инсайды выглядят такими уверенными, так что думайте, это правда, но так более-менее все инсайдеры делают, они получают некие инсайды, крупицы информации, а все остальное это уже их аналитика, исходя из того, какую информацию они получили. Нунису можно купить сбитый летчик из Южной Америки. Дороговат. Дороговатый и не очень хорош. Я тут другого Нуниса знаю. Вот он подешевле. Тиаго Виссина выглядит просто как Нунис для бедных. 13 матчей, 10 голов, 3 голевых передачи. За весь год 37 матчей, 15 голов, 6 голевых передач. Стоимость 1 миллион евро из ФК Ливерпуль-Уругвай. Еще и с заканчивающимся контрактом. Думайте, думайте, ребят, думайте, нужен ли вам Нунис, или вам нужен Нунис номер 2. Хоть и якобы интересовались колумбийцем, но как тебе он? Мне вроде неплохо. У него отличная нарезка, но если посмотреть что-то глубже этой нарезки, там окажется много нелепых моментов. Это очень такой единоличный нападающий, который не очень быстрый при этом, но верит в свой дриблинг и теряет мяч примерно 4 раза из 5. Но на 5 раз у него что-то получается, какая-то ковыряха залетает, уровень сопротивления в колумбийском чемпионате слабенький, и он соответственно много мячей заколотил. Но главным образом, да, как он, Камбинда, Дибер Камбинда, вот это его количество голов, 16 голов, да, оно выглядит впечатляюще только до момента, когда видишь цифру 58 матчей сыгранных, и тогда оказывается, что ну не так уж это все и круто. он очень много, ну как, опять же, не очень много, да, 1300 минут, 510 минут, 510 минут, 699 минут, но моментов, где он порит удобные ситуации, их еще больше, к сожалению. мобильную версию сворачивать нельзя, стрим закрывается, так что я по старинке через браузер, понимаю, но мобильная версия, опять же, да, мобильная версия вышла только в декабре месяце, ей тоже меньше месяца, по сути, так что все будет, все будет, потерпите, я думаю, что к началу сезона российской премьер-лиги уже мобильная версия будет представлять из себя что-то хорошее и адекватное, опять же, да, обновления там появляются просто постоянно, нет такого, что они один раз создали приложение и забросили его на долгие годы. У Динамо было очищение пердивом, у российского футбола очищение Азией, ну, хочется очищения российского футбола от, от влияния правительства, от влияния государства, чтобы российский футбол просто развивался, чтобы в российском футболе много классных вещей, я, вот это, наверное, самая большая моя боль, что российский футбол это классная штука, очень много талантов по российским школам, очень много различных любителей футбола из числа меценатов, да, которые готовы вкладывать в этот футбол, один Галецкий чего стоит, я часто там стебусь над Краснодаром, над Академией Краснодара, но просто фигура Галецкого одна сама по себе, чего стоит, это же уникум, и таких людей на самом деле много, там, Акрон, классная команда, тоже пытается что-то делать, но им всем вставляют палки в колеса, им всем не дают развиваться, потому что у нас есть государство, и, как сказал вождь, 99,9% людей России готовы делать то, что скажет государство, это, это немножечко грустно, поэтому в том числе все эти коммерческие лиги, медиалиги, где влияние государства минимально, они настолько взрывают информпространство, настолько сильно, казалось бы, да, просто какие-то любители играют, хрен пойми кто, но они едут в Краснодар, и в Краснодаре собирают там 5-10 тысяч человек, Кубань в Краснодаре, 5-10 тысяч человек не собирает, а какие-нибудь Тудрот с родины медиа собирают, и это грустно, отдайте, отдайте все на откуп футбольным людям, коммерческим людям, и все будет хорошо, но нет, нет, к сожалению, мы только любим говорить о том, что спорт вне политики, но как только дело касается непосредственно спорта, политика в нем является зашкаливающей важной вещью. Странно, 10 лет деградируем, может даже больше, то есть как только вылезли из 90-х и стали вкладывать большие деньги в футбол, качество стало падать, то есть важны не деньги, а мозги. Собственно, как только в футболе появились огромные деньги, мы и стали деградировать, это прямая зависимость, и в том числе, поэтому я все время говорю о том, что государственные деньги в футболе не нужны, либо они нужны, но по справедливому распределению, что кто лучше выступил, тот и получает больше всех денег, кто хуже всех выступил, кто хуже всех потратил выделенные деньги, тот, соответственно, получает меньше денег. Справедливое распределение, а не так, как сейчас, когда Газпром дает Зениту, РЖД дает Локомотиву, губернаторы Самарской области дают крыльям Советов и так далее. Это гонка бюджетов государственных средств. Когда появились огромные деньги, российский футбол начал стремительно деградировать. До этого тоже, конечно, были какие-то государственные деньги, но в целом частных денег и государственных было примерно одинаково. Сейчас это все абсолютно не так. И мы действительно где-то с 2012 года пошла эта тотальная деградация. До этого были три команды в Лиге Чемпионов, до этого были четвертьфиналы Лиги Чемпионов и сборная России в 2008-2012. Была та, за которой было приятно смотреть, с крутыми футболистами, с хорошими тренерами, с адекватной игрой. А дальше все, вот, лимит. Бабла закинем в зенит просто сумасшедшее количество. И поехали, погнали. Очень-очень качественный футбол стал. Правда, почему-то легионеры из этого качественного футбола ехать стали пачками. Но это уже, наверное, после 14-го. На сайте Крыльев уже видосик с Сычевым вышло, где плачет одна медиа-команда. Первый новичок Крыльев, зимнее трансферное окно, лучший бомбардер Владимир Сычевой. Сразу после прилета в Самару дал интервью клубному телевидению. Эмоции от перехода в Крылья, смена фамилии, рецепт идеальной пиццы, отдых в Крыму и много других тем. Знакомимся с Форвардом ближе в этом видео. Но он теперь уже даже не Сычевой. 90-е были 10 лет назад, приняли. Нет, 90-е были, соответственно, 30 лет назад, закончились 20 лет назад. Дальше был период роста экономического, потому что в России, в принципе, все росло в течение этих 10 лет, благодаря росту цен на нефть и всему такому. И где-то к концу вот этих вот десятых, нулевых годов, начало десятых, в российском футболе оказалось очень много денег. И, соответственно, это увидели власть имущие и решили, что такое количество денег бесконтрольно не должно находиться. Поэтому давайте-ка мы Фурсенко назначим, Мутко назначим, в российские клубы назначим различных людей. Лимиты примем. И кайф. Номинации будут. Давайте мы, наверное, номинации на еще один стрим тогда оставим. Сегодня мы с вами много болтаем, два часа уже практически. Поговорим про... У нас просто... Смотрите, у нас есть премия «Золотой Реттенберг». Она вручается по окончанию сезона. По окончанию года, да, мы можем с вами какие-то номинации сделать, но это будет не очень логично, потому что, ну, сюда будут попадать и те, кто были в начале года, и те, кто были в конце года. Лучшие ребята. И лучшие голы, и лучшие матчи. И много придется вспоминать из прошлого сезона, потому что в этом сезоне особенно лучших голов, лучших матчей нет. Я больше хотел поговорить чисто про свои ощущения от этого сезона, но мы и так уже два часа болтаем. Сейчас еще эту тему поднимать. Мне как раз нужен будет еще один стримчик, чтобы вы мне еще 9 сердечек понаставили. И тогда встретимся, не знаю, там, может быть, ближе к концу недели с елочкой, там, не знаю, 30-го числа, 29-го числа. И конкретно подведем итоги, поздравим с Новым годом. Может быть, опять же, что будет что обсудить. Все-таки конец года. Может быть, наконец-то Сергея Пеняева и Глушенкова подпишут. Может быть, новые слухи не появятся. Все, все, отлагал. На самом деле, хотел чисто попрощаться с вами. Интернет решил, что хватит. Хватит два часа трансляции. Это уже, в принципе, довольно много. Поэтому не будем рассусоливать. Вообще, я просто хотел сказать о том, что, к сожалению, в этом году есть о чем поговорить именно в плане развития «Локомотива», от чего мы стартовали в январе, к чему мы пришли в декабре. Но именно в плане номинаций, ну, мне кажется, что разночтений вообще никаких не будет. Да, вот, ну, лучший игрок. Лучший игрок 2022 года. Ну, какие тут вообще есть варианты? Ну, просто нету этих самых вариантов. Лучший игрок 2022 года – это Артем Карпукас. И не просто нету... Да, там, вот он хороший. Были еще там пять игроков, но они не дотянули. Просто есть Карпукас, отличный Карпукас, и есть все остальные. Они были так себе. И, да, там есть какие-то... Да, в эти полсезона ты не выделишь хорошего матча. Да, были неплохие игры. Например, как мы Оренбург победили, как мы Химки победили. Но это все слабо. Есть там худшие игроки, но здесь глаза разбегаются, и в целом все игроки, всех игроков можно считать худшим. Вы, конечно, назовете Раканьяц или Мампаси, но это и футболисты, которые не играли. Если поставить планку, там, не знаю, хотя бы 600 сыгранных минут, в принципе все более-менее равны, потому что вся команда была говно, все футболисты были так себе. В этом плане, ну, номинации не очень хорошо работают. Эти 8 сердечек с теми 42-ми складываются. Скорее всего, одно сердечко в день вы можете поставить. Ну, точнее, поставить вы можете сколько угодно, но оно не посчитается. Да, не суммируется. Весна интересная была, но итоги весны мы подводили. У нас был уже Ротенберг, и мы итоги весны-то мы подводили. А подводить итоги этого полугода в качестве, в плане номинации не получится. Но поговорить с вами именно о всем 2022 году, именно в том, как Локомотив начинал и как он закончил, мы, конечно, конечно, надо это сделать. Я пишу примерно себе сценарий ролика, на следующей неделе он выйдет, и тогда, возможно, где-нибудь в среду, четверг выйдет ролик, а в пятницу мы с вами поговорим уже непосредственно. Или сначала поговорим, а в пятницу я ролик выпущу. Но перед Новым годом ролик выпускать не очень хочется. Короче, наверное, мы так с вами поступим. Сейчас уже немножечко устал разговаривать. И во всем надо знать меру. Мне еще это все на YouTube заливать. Вот. И с Александром Теппенгаус как посмотреть прошедший стрим, смотрел составание в 20 минут, никак не посмотреть. На VK Live нету, пока нету записей. Я выложу запись на YouTube. Вот сейчас прям закончим. Я отрежу начальную часть, где музыка играла, склею с вот этой частью, где я после обрыва связи и выложу на YouTube. Оно где-нибудь там в полночь появится. Можете посмотреть с нужной отметки, где что пропустили. Вот. На сегодня все будет. Я благодарю всех, кто пришел. Спасибо огромное всем, кто ставил сердечки. Не последний стрим в этом году 100%. Поэтому не прощаюсь, не поздравляю с Новым годом. С Новым годом еще успею вас поздравить где-то в середине недельки. Приходите. Всех буду очень сильно ждать. Ну, а на сегодня пока. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.